Наша следующая точка называется «Капитан. Какой у меня есть опыт на сегодняшний день?» Для прохождения этой точки вы на первой своей странице в соответствующем месте отвечаете на этот вопрос. Вы описываете свой опыт, который есть у вас на текущий момент. Опыт, который прямо или косвенно касается вашего стартапа. Это может быть либо описание компетенций, компаний или должностей вашей работы с описанием должностных обязанностей. Это может быть описание проектов, в котором вы участвовали, с указанием вашей роли в этом проекте и результатов проекта. Это может быть описание вашего образования, обучения, сертификатов или дипломов. Это может быть что-то еще, что дает представление о том, что вы делали и какой опыт приобрели. Зачем это нужно? Это нужно прежде всего для понимания людей, членов артерии, для присоединения к вашему стартапу. Потому что опыт, ваш опыт, дает понимание людям, какой глубины вы на сегодняшний день, с какой глубины опыта вы заходите в этот стартап. И чем больше у вас опыта, тем больше вероятность того, что люди, прочитав и посмотрев, понимают, а вы это понимаете, и это вы знаете, и это вы знаете, и это вы знаете. И стартап интересный, и идея классная, дам-ка я ему денег. Допустим. Так подумают инвесторы. Интернет-маркетологи подумают, вау, очень интересный стартап. Реально можно работать за процент с оборота. Допустим. Ну и так далее. То есть это поможет членам артерии принять решение о присоединении к вашему стартапу. Вы ставите себе нолик, если считаете это действие избыточным или бессмысленным. Один крестик, если думаете, что ответ на этот вопрос будет полезным для успеха стартапа. Один крестик, если просто думаете, что будет полезным. Два крестика, если ответили на этот вопрос и записали его на своей странице. И три крестика, если записали и чувствуете полное удовлетворение от проделанной игробода. Вопросы? Понятно ли зачем? Понятно ли что? Все понятно. Понятно ли как? И мы переходим к следующей точке. Спасибо.